Мирополис не выдержал напора красоты и выставил меня вон Коллеги, давайте поставим плюсики, если меня хорошо слышно и видно Если вдруг меня опять выгонят, я еще раз зайду, прошу не разбегаться Сегодня у нас... Спасибо огромное! Сегодня у нас, ну, несмотря на то, что завтра такой ужасающий праздник Книги октября получились очень-очень неплохими Сейчас, минутку Не страшными и весьма-весьма достойными, познавательными Есть и жемчужины, есть и долгожданные издания Так что обо всем сегодня расскажу Коснемся мы направлений таких, как Таких направлений, как экономика, менеджмент, туризм, медицина, экология Информационные системы, большой блок сделали в октябре Педагогика, такое традиционное наше направление Юриспруденция, иностранные языки, литература, ведение и история Подготовила в этом году, в этом месяце Чуть меньше направлений, потому что в прошлом вебинаре мы не уложились Книг издаем мы гораздо больше Но, тем не менее, те, которые хотелось бы вам представить И вообще, чтобы вы представляли области нашей работы Будут сегодня обязательно Начнем мы с большой области экономика Да, у меня тоже все довольно сильно подвисает Итак, книги по экономике Начну с инженерной экономики Это учебник Он в трех частях Отметим, что первое издание, предполагаемое вашему вниманию Учебника, пользуется большой популярностью О чем свидетельствует высокая частота обращений С разных интернет-источников В интернете оно считается вообще наиболее авторитетным В своей области за последние годы Универсальность этого учебника заключается в том Что он, будучи межотраслевым Непосредственно применим к практическим расчетам характеристик Любых видов продукции Машиностроительной, металлургической, химической, сельскохозяйственной, пищевой, легкой Других отраслей промышленности и народного хозяйства Друзья, давайте я попробую сейчас тогда перезайти Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Коллеги, как дела? Слышно ли меня, видно? Вишу ли я с открытым ртом? Давайте попробуем выключить видео Оставим только звук Может быть будет действительно легче Ну как, слышно, но не видно, верно? Отлично Давайте тогда продолжим Если что, пишите Буду останавливаться Итак, я начала рассказывать об инженерной экономике О том, что это издание считается одним из наиболее авторитетных в своей области за последние годы Универсальность этого учебника заключается в том, что он, будучи межотраслевым, непосредственно применим к практическим расчетам характеристик любых видов продукции разных отраслей промышленности и народного хозяйства Я перечисляла какие, но это практически все Кроме того, в этом третьем издании кратко изложено описание научного открытия Закономерная связь социально-экономических и технических параметров производства в социологии Включая теоретическую экономику и организацию производства Вы видите, что в этом учебнике три части Действительно, в первой части рассматриваются экономические основы производства Вторая часть – это экономика инновационной деятельности Она поможет в решении множества задач без кризисного развития Третья часть посвящена коммерческой деятельности предприятия с учетом европейского опыта Учебник адресован студентам, аспирантам, преподавателям вузов, слушателям факультетов и институтов повышения квалификации А также специалистам и руководителям предприятий отраслей производства с целью подготовки конкурентоспособных специалистов Следующее наше издание в области экономики – это региональная экономика, учебное пособие Предлагаемое вашему вниманию учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по экономическим специальностям Большое внимание автор уделил вопросам экономического районирования России Разбивка на районы Территориальная структура хозяйства России Размещение и уровни развития отдельных федеральных округов Пособие снабжено большим актуальным статистическим материалом И этот раздел является одним из самых важных в этом учебном пособии Следующий учебник для бакалавриата «Основа стратегического менеджмента и сущность стратегического планирования в организациях» Современные реалии требуют уточнения и переосмысления многих положений отечественной науки управления Адаптации накопленного мирового и российского знания в области управления организациями В предлагаемом вашему вниманию учебнике как раз и сделана попытка обобщить и систематизировать знания в области стратегического менеджмента и стратегического планирования Это позволит более конкретно решать проблемы управления отечественными организациями по своевременному обеспечению ими нужного уровня конкурентоспособности Учебник этот адресован обучающимся по направлению подготовки менеджмент, экономикам Не люблю я, конечно, этой формулировки попытка обобщения Потому что учебник он все-таки должен уже точно сказать, да, обобщил он или не обобщил Но что касается этого учебника, совершенно точно у авторов получилось сделать все то, что было запланировано Следующий в области экономики и менеджмента издание Это планирование и организация работы структурного подразделения Это учебное пособие, оно поможет студентам овладеть методами и средствами воздействия на экономику производства с целью экономии затрат общественного труда при достижении наилучшего конечного результата Ну, собственно говоря, как и любое планирование Адресовано оно студентам среднего специального образования Об этом есть специальный значок СПО на обложке учебного пособия Подойдет для студентов очной и заочной формы обучения специальности технологии машиностроения При изучении междисциплинарного комплекса планирования и организации работы структурного подразделения Встречаем следующую книгу Это монография управления в экономике Постулаты искажения параксиология Целью настоящего исследования в этой монографии является выявление истинной роли и вклада отечественных ученых в развитии науки управления на фоне мировых достижений Вот скажем так Автором разработаны теоретические, научно-методологические и параксиологические положения по решению прикладных задач, выявленных проблем в управлении экономикой Отметим, что в издании рассматриваются новые возможности инновационного развития Крыма Что особенно актуально в развитии внутреннего туризма Данная монография может быть полезна научным сотрудникам, преподавателям вузов, аспирантам, студентам экономических специальностей и практическим работникам Вот к Крыму мы еще вернемся чуть позже, когда будем говорить о туризме Есть у нас одна книжечка в октябре В общем, как-то Крым у нас так немножко зацепил октябрь Но уверена, что это не последняя крымская книга в нашем издательстве Следующий блок, который мы наполняли в октябре, это блок информационных систем и технологий И здесь есть на что обратить внимание Учебное пособие основы администрирования информационных систем Эта книга приобретает особую актуальность Потому что современный мир сложно представить без персональных компьютеров, цифровых технологий, информационных систем Коллектив авторов этого пособия рассматривает главные теоретические вопросы, которыми должен владеть системный администратор Среди них знание терминологии построения и управления компьютерными сетями, владение теоретической базой сетевых технологий и тому подобное Рассматриваются системные инструменты администрирования информационных систем, компьютерных сетей, баз данных компаний Microsoft и прикладное программное обеспечение Адресовано студентам бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки информационной системы и технологии И математическое обеспечение и администрирование информационных систем Вот такая интересная книжечка Следующее учебное пособие в этом же блоке Разработка защищенных интерфейсов в веб-приложении В учебном пособии изучаются принципы разработки веб-приложений на базе свободно распространяемого программного обеспечения Их отличительной особенностью является отсутствие привязки к типу операционной системы Читатель познакомится с современными технологиями создания веб-рисусов, с применением фреймворков Все это необходимо для организации информационной безопасности Защита авторских прав Использование технических и криптографических методов защиты Адресовано это пособие студентам и специалистам, повышающим свою квалификацию в области информационной безопасности И разработке защищенных информационных систем Еще одна книга, касающаяся безопасности информационных систем Технологии обеспечения безопасности Это тоже учебное пособие Вообще высокая актуальность представленных тематик в этом пособии Она способствует повышению осведомленности всех граждан нашей Российской Федерации Тем или иным способом столкнувшихся с информационным обменом Авторы систематизировали огромный объем информации в этой области В области информационной безопасности вычислительных систем Изучение материалов пособия поможет новичкам в вопросах информ безопасности Стать грамотными пользователями А также техническим специалистам облегчит понимание этапов проектирования и защиты информационных систем В общем, практическая часть поможет в закреплении знаний Следующая монография представляю, но уже из области юриспруденции Этническая девиантология, социология, этнических конфликтов и противоправной деятельности Вот такое сложное название, однако это отличная монография И ее особенность в том, что автором впервые осуществляется комплексное рассмотрение И типологизация различных форм отклоняющегося поведения этносов и этнических групп в правовой системе общества Обосновывается необходимость выделения этнического и противоправного поведения в отдельный вид правонарушений Адресовано оно студентам, обучающимся на факультетах международных отношений И юридических, и социологических факультетах вузов Аспирантам, преподавателям, в целом широкому кругу читателей Интересующихся проблемами межнациональных отношений В области юриспруденции представляю еще одну книгу, не совсем обычную Это хрестоматия, она касается дарения в российском гражданском праве Представляет собой эта хрестоматия единственная на сегодняшний день в нашей стране издание Которая дает современному читателю возможность ознакомиться с научными трудами Целой плеядой известных российских ученых-правоведов в области гражданского права По проблематике указанного института дарения Изучается он во всех юридических вузах и факультетах университетов В рамках учебной дисциплины гражданское право Хрестоматия это адресовано ученым-юристам, преподавателям, аспирантам, магистрантам В общем в качестве учебного пособия может быть использовано при подготовке к практическим занятиям по дисциплине гражданское право А также при написании научных работ В общем очень-очень широкий круг потребителя Еще на одну книгу из области юриспруденции И то с таким уклоном языковым Обращаю ваше внимание на учебник Принципы создания текстов административного и правового характера Содержание, построение, языковые нормы Этот учебник мы долго ждали И он безусловно заинтересует специалистов работающих в сфере административно-правовых отношений Издание познакомит будущих юристов и управленцев со спецификой текстов официально-делового стиля Отметим, что автор данной работы много лет принимает участие в создании и реализации программ повышения квалификации для государственных гражданских служащих Федеральных органов законодательно-исполнительной власти Российской Федерации У Киянова Ольга Николаевна Совершенно замечательный автор Адресована студентам юридических специальностей А также специальности государственного и муниципального управления При изучении аналогичной дисциплины Вот еще обещанная крымская книга Касается основ управления туризма Научно-методологические основы управления развитием курортных кластеров Крыма Это монография Актуальность ее заключается в том, что Учитывая условия роста интереса населения нашей страны к Крыму Авторы рассматривают актуальные проблемы управления крымским регионом На основе приоритетного развития системы рекреационного хозяйства и сервиса курортных услуг Ими выбран подход, учитывающий вопросы природосбережения и географического положения территории субъекта Российской Федерации Эта монография, так же как и первая, может быть полезна преподавателям вузов, аспирантам, студентам экономических специальностей И практическим работникам, и конечно научным сотрудникам, занимающимся проблемами регионального развития В октябре вышла книга по медицине Вопросы медицинской реабилитации, учебное пособие Перемены в отечественном здравоохранении вызвали необходимость создания такого учебного пособия по медицинской реабилитации В нем отражены современное развитие специальности И в то же время оно стало концептуальной основой новой врачебной специальности Предназначено для среднего профессионального образования и бакалавриата По экологии вышла книга в октябре в нашем издательстве Методика обучения экологии Книга состоит из двух частей Учебное пособие В первой части методика обучения экологии представлены инструкции Задания для самостоятельной аудиторной работы на практических занятиях И вне аудиторной работы студентов по основным темам программы А вторая часть включает один из вариантов реализации практической деятельности учащихся в процессе экологического образования Представленная в этом учебно-методическом пособии концепция программы И методические рекомендации для молодежного экологического движения город-сад Я думаю, что вы слышали, оно довольно популярно в России Отражает современные тенденции экологического образования Пособие это адресовано обучающимся по педагогическим направлениям бакалавриата И магистратурой университетов и педагогам для подготовки к занятиям И переходим к педагогике В октябре у нас вышел приличный пул книг по педагогике Начнем в дошколке Учебное пособие «Дошкольная педагогика» Автор-составитель этого пособия, доктор педагогических наук Валентина Владимировна Абраухова Предлагает освоить основы педагогической профессии в контексте педагогики духовности Выбрав свою собственную модель Читатель познакомится с основными понятиями дошкольной педагогики И характеристикой современных ГОСов дошкольного образования И отметим, что рекомендуемая форма для обучающихся при освоении учебной дисциплины педагогика творчества Это электронное обучение Следующая книга тоже педагогического характера Но совершенно классная «Современные тренды развития непрерывного педагогического образования» Это монография На ее страницах представлены результаты, проделанные авторским коллективом Работы по выявлению и обоснованию влияния создаваемых в системе дополнительного педагогического образования условий На эффективность обучения учителей Авторы отмечают, что идея индивидуализации и технология самопроектирования образовательных маршрутов Являются наиболее перспективными трендами развития системы непрерывного педагогического образования в нашей стране Адресована эта монография всем, кто связан с организацией непрерывного педагогического образования в нашей стране Следующая книга Вместе с радугой, часть 1 Сейчас расскажу про что Это программа Она знакомит детей и взрослых с широким спектром Так называемой радугой видов и материалов для конструирования На основе такого опыта конструирования происходит развитие и формирование элементов стратегического мышления детей дошкольного возраста Пособие это предназначено для воспитателей, специалистов коррекционного профиля, педагогов-психологов и педагогов дополнительного образования Может быть интересно студентам педагогических вузов и родителям детей дошкольного возраста Кроме того, хочу вам небольшой анонс сделать, что с автором этой книги Натальей Викторовной Микляевой Мы будем проводить вебинар Он состоится в ноябре Следите за расписанием вебинаров Если не ошибаюсь, это будет 13 число Тема вебинара Инклюзивное и специальное образование сегодня У автора очень богатый опыт Много материала накопилось И, конечно, мы считаем большой удачей, что она выделила нам время И сможет рассказать о том, с чего же на сегодня мы смогли достичь в этой интересной области инклюзива Приглашаю, друзья, не пропустите этот вебинар Еще раз напоминаю Микляева Наталья Викторовна Вместе со мной в середине ноября будем вести вебинар на тему инклюзивное образование сегодня Но вернемся к новинкам октября По педагогике представляю вам учебник История развития образовательных моделей и технологий Совершенно замечательный учебник Он в исторической ретроспективе представляет образовательные модели Для обучающихся данный курс обеспечит понимание и сравнение различных образовательных моделей Возможность выбора технологий, соответствующих условиям обучения и воспитания детей Конкретного региона, кстати А также интеграция в мировое образовательное пространство В общем, крайне интересный учебник получился Адресован он студентам учреждений среднего профессионального образования Может быть полезен студентам бакалавриата, магистратуры, слушателям системы повышения квалификации И переподготовке педагогических кадров В общем, очень и очень рекомендую Знакомлю вас с монографией «Воспитание свободного человека» Многолетние исследования авторов этой монографии позволили разработать методологию воспитания свободного человека Умеющего оптимально прожить свою жизнь Мало кто из нас это умеет, но вот авторам удалось Максимально используя свои потенциалы и реализуя себя в социально значимой деятельности Эта монография рассчитана на педагогов и круга читателей, стремящихся к самосовершенствованию Так что рекомендую, друзья Следующее учебное пособие Также по педагогике Психолого-педагогическое сопровождение семьи Ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзии Авторы совершенно замечательные Тема настолько глубоко разобрана И вообще вот если вы следите за темой инклюзивного образования И вообще специального образования То у нас среди наших книг нашего издательства Очень много затронуто различных тематик И вот авторы этого учебного пособия Они написали очень много, глубоко Эти книги пользуются популярностью в вузах В основном в педагогических Но обращаю особое внимание Потому что то, как качественно написано Дорогого стоит Это учебное пособие Вот конкретно это Адресовано бакалавром И направлено на развитие студентов Общетеоретических представлений И практических навыков по организации психолого-педагогического сопровождения Семьи ребенка С ограниченными возможностями здоровья В условиях инклюзии В издании отражены ключевые вопросы Психолого-педагогического сопровождения Вот таких семей Воспитывающих детей С ограниченными возможностями здоровья Еще раз посмотрите Эта презентация останется у вас И обращаю особое внимание на данную книгу А мы переходим к области литературоведения Ой, очень интересная получилась подборочка В октябре здоровские книги Рассказываю Значит, первое, что хочу показать Исторический роман XX века Кремлевский холм Автор этого пособия Своей главной целью Ставил раскрытие ментально-психологических И архетипических Мифопоэтических Мы даже включим сюда в этом перечисление Особенности мировидения Художника Создающего панораму Чрезвычайно важной для нашего сознания Исторической эпохи Этой эпохой оказывается XII век Время основания на Боровицком холме Залетской окраины Киевской Руси Новой крепости Москвы Которое суждено было в веках Стать центром самобытной русской цивилизации В основу исследования легло произведение Ныне совсем уже забытого писателя Дмитрия Ивановича Еремина Кремлевский холм Адресовано оно студентам-бакалаврам И магистрантам гуманитарных направлений подготовки В общем, очень интересное учебно-методическое пособие получилось Вот эта книга, которую вы сейчас видите на экранах Это «Моя любовь» Трагедия жизни Сергея Есенина «Венец Христа» или «Поцелуй Иуды» Это сборник лекций В это издание вошли 10 лет Которые отражают эволюцию авторской концепции Исследования психологических детерминантов Жизни и творчества Выдающегося русского поэта Сергея Есенина С позиции психологии и творчества Не буду говорить о чем Потому что это, вы знаете, это сборник лекций Каждая из них интересна Адресована этот сборник широкому кругу читателей Интересующихся данной тематикой Но, поверьте, это того стоит Следующая книга, которую хотелось бы вам представить Это монография исповедальность и рефлексия в литературном Рефлексия, прошу прощения Вот эта разговорная рефлексия Не могу от нее избавиться, к сожалению И вот приходится делать такие досадные ошибки Представляем вам книгу Монографию И что хотелось бы сказать Вот обратите внимание Среди книг нашего издательства И на этого автора Дело в том, что она пишет На очень узкие темы И они крайне глубоко проработаны Вот в этой монографии Центральный круг проблем Связан с исследованием сущности Исповедального сознания И различных форм исповедальных высказываний А также природа и структуры Текстового сознания В диалектике его отношений с исповедальным Говоря в данной работе о тексте И связанной с ним проблематике Автор рассматривает его прежде всего Как антологический, культурологический И духовный феномен Как одну из форм самовыражения Человеческого сознания Книга эта может быть интересна Как филологам, так и специалистам В области культурологии, эстетики, психологии Творчества, философии сознания Герминевтики, генологии В общем, очень широкий круг специалистов Может быть затронут И тема проработана глубоко Она узкая Книг по этой тематике мало Так что рекомендую Следующая книга, которую вы видите На нашем экране Это для нас, ну скажем так Такой эксперимент Ну и вообще Мало серьезных Серьезных исследований проводится Вот современных исследований Проводится Сейчас в литературе Веческого направления Проблема повествователя В русском рэпе Это монография Повторюсь, я для нас это эксперимент В этой монографии Рассматривается поэтическое наследие Русского рэпа Начала 21 века Снимающего значительное место В современной культуре и литературе Это важно для понимания Процессов развития русской литературы Подобных книг никто не издавал Адресовано специалистам гуманитарного профиля Специализирующимся на современном литературном процессе Современном литературном процессе Я бы даже так сделала ударение А также всем интересующимся Актуальными культурными процессами Связанными с русским рэпом Еще раз смотрите Проблема повествователя в русском рэпе То есть то, что у повествователя Есть проблема в русском рэпе Это точно Книга очень оригинальная Написана классным языком Рекомендую И переходим к истории По истории мы выпустили Монографию в октябре только одну Ну как только одну Чуть позже увидите, почему я говорю одну Это современное исследование Бастующая Россия Шахтерские забастовочные комитеты и профсоюзы В 1888-1995 годов Прошлого века Рассматривая историю Забастовочного и профсоюзного движения В России в этот период Автор этой монографии Видит своей целью Показать забастовку И профсоюз Такими, какие они есть на самом деле Со всеми их достоинствами Недостатками И выводы Сделанные в заключении книги Помогут лучше понять историю Развития забастовочного движения Его трансформацию Цели, задачи Для широкого круга читателей Эта книга Издавалась Всех, кого интересует Подобная тематика Если вы заметили Нет у нас Английского в октябре Для тех фанатов Которые ходят ко мне Было постоянно на вебинары Это, наверное, удивительно Но Внимание Все равно мы каснулись Иностранного языка И это был Китайский Разгадывание Иероглифических Загадок Ребусов В связи с тем, что Китайский язык Все чаще вторгается В нашу повседневную Жизнь То пособие Совершенно Замечательного Автора Агнии Чистяковой Будет особенно Актуальным И востребованным Автор этого пособия Изучив Ребусы Предлагает Варианты Использования Их в процессе Обучения На занятиях По китайскому языку Причем Не только по языку Но и При изучении Культуры Географии Литературы В других Дисциплинах Касающихся Этой страны В этой книге Делятся Ребусы По категориям Поэтому Если вы ее Откроете Хотя бы Для просмотра Вам станет понятно Что использовать ее Можно В очень разных Дисциплинах Пособие Это ориентировано На обучающихся Владеющих Базовым уровнем Китайского языка То есть Новичкам Тут не место Учим китайский Друзья мои И Может быть Пособие Это использовано Студентами Для самостоятельной работы Развития логики Расширения Словарного запаса Китайского языка Но пару Иероглифов Вы должны Знать Почему Сказала Что не совсем Одну книгу Мы по истории Выпустили Потому что Постоянно Пополняя Золотой фонд Научной классики Говорить о том Что у нас В октябре Только одна Книга По истории Было бы Не совсем правильно Мы Пополняем Эту нашу Огромнейшую Коллекцию В которой Более Шести тысяч Книг Ищем мы Такие Уникальные Книги Которые Уже Когда-то Издавались И незаслуженно Были забыты Например Следующее Большевики Государственной Думе Большевистская Фракция Четвертой Государственной Думы И революционное Движение В Петербурге Это воспоминания И причем Воспоминания Которые Представляют Поистине Энциклопедическую Политическую Жизнь Большевистской Партии В последние Предреволюционные Годы Она настолько Подробная И полная Что пропустить Ее Изучая историю Было бы Неправильным Автор книги Известный партийный Деятель Алексей Егорович Бадаев Его Большевистский Партийный Стаж Исчисляется С 1904 Года В основе Издания Лежат Архивные Документы Материалы Периодических Созданий И стенографические Записи Соседаний В общем Крайне Интересная Книга Из Исторической Тематики Еще Хотела Представить Вам В рамках Фонда Золотой Научной Классики Записки Полковника Кубанского Казачьего Войска 1914 1917 Года Ну Тема Казачества Все чаще В последнее Время Встречается На страницах Книг Газет Журналов Не обходит Стороной Эту тему И наше Издательство Представляем Вам Дневники Полковника Кубанского Казачьего Войска Федора Елисеева Это рассказ О боевых Буднях Рядовых Бойцов И командиров Казачьих Обычаях И традициях Наверное Он будет Интересен Всем Кто интересуется Историей России Обратите Внимание Только вышла Эта книга Мы планируем Ее вести На Нонфикшн Который Состоится В декабре Об этом Я вам расскажу Самый последний Наш вебинар В этом году Декабрьский Поэтому ждите Расскажу Как она продавалась Но у нас На эту книгу Большие планы Для тех Кто Интересуется Философией Мы подготовили Книгу Книгу Ну она Довольно Часто Встречается В библиотеках Но в общем Грех ее не иметь В своей библиотечной Системе Типы мировоззрений Введения Метафизику В ней Известный Религиозный Мыслитель Первой половины Двадцатого Века Николай Лоский Рассматривает Все возможные Исторически Осуществленные Типы мировоззрений И сложившиеся Философские Системы Отдавая Главенствующую Роль Метафизики Занимающиеся Исследованиями Первоначальной Природы Реальности Ну в общем Книга Довольно Знаменитая И Рады Вам ее Представить В рамках Нашего Фонда Книг Которым мы гордимся Золотым Фондом Научной Классики Еще одна Книга Которая Собирает Чемоданчики На нонфикшн Это записки Корнета Савина Издана Она В серии Мемуары Замечательных Людей Более 30 лет Имя Корнета Николая Савина Нисходило Со столбцов Русских Европейских И даже Американских Газет Писавших О самых Невероятных Его авантюрах Знаменитые Авантюристы Прошлых Веков Казанов Калиостр И другие Чьими мемуарами Зачитываются До сих пор И весь мир Просто меркли Перед Корнетом Савиным Наши издательства Представляют Автобиографию Этого Ну бесспорно Удивительного И по-своему Одаренного Человека На страницах Этой книги Целая Эпопея Арестов Смелых Побегов Новых Авантюр Переходов Из высшего Света В арестантские Партии И обратно Ну в общем Крайне Занимательное Издание Обратите на него Особое Внимание Я думаю Что в библиотеках Которых Оно будет Статистика Просмотров Будет зашкаливать И еще Конечно Жаль Что я сегодня Без Видео Но лучше Наверное Чтобы вы услышали Хотя бы О новинках Которые вышли У нас в октябре Чем И не услышали И не увидели Я Принесла Показать О том Что мы выпустили Переводную Книгу Земля Обетованная Это книга Мэри Антин Она пришла Тиражом С типографией Тепленькая Напоминаю Я уже говорила Об этой книге О том Что мы Занимаемся Переводами Интересных Авторов Вот Эта книга Она Была Впервые Опубликована В 1912 Году Но наши интересы Не ограничиваются Произведениями Которые были Выпущены давно Мы переводим И современную Литературу Кроме того По Книге Земля Обетованная У нас был Совершенно Замечательный Вебинар С переводчиком Этой книги Татьяной Адаменко В середине Октября Те кто был Я думаю На этом шабаше Видели Как получилось Интересно Интервью И Татьяна Рассказывала О Каких-то Занимательных Переводных Штучках Ну вот Что касается Книги Да Она вышла Ее можно уже Покупать Интереснейшая Книга О непростом Пути Еврейской Эмигрантки Из России Возможности Которые Открывают Перед Талантливым И Целеустремленным Человеком Америка Еще одна Книга Переводная Мы Но Но это Современный Автор Культура Неоднозначности И Плюрализма Я анонсировала Выход этой Книги Ранее На вебинарах И сейчас Мы Получили Большой Тираж Из типографии Как только Книга Пришла И была Выложена В электронном Виде На сайт И стали Ею Интересоваться Поэтому Обращаю Ваше внимание На эту новинку В ней затронута Чуть-чуть Напомню В ней затронута Одна из актуальнейших На сегодняшний день Тем Немецкий Следователь Ислама Томас Бауэр Бросает вызов Одновременно Исламофобам И мусульманским Фундаменталистам Отстаивающим Консервативный Нетерпимый Красным Интерпретациям Образ Этой религии Раскрывая Культуру Неоднозначности Открытости К новым Смыслам Которая В действительности Исламу И присуща То есть книга Книга Очень интересная Хотела Помахать Перед камерой Ее Печатным Вариантом И погордиться Получилась Совершенно Замечательная И красивая И на этом Друзья мои Все Все Октябрьские Книги Благодарю Вас За присутствие Напоминаю Что все Новинки Мы выкладываем На нашем Сайте Директ Медиа Точка Ру В наших Соцсетях И в Инстаграме И в Фейсбуке И в Вконтакте Но если У вас Появятся Какие Вопросы Или желание Купить Книгу Или обсудить Ее со мной Вы видите Адреса Телефоны Вконтакте Буду рада Вас Слышать Видеть И общаться До новых встреч В ноябре Я надеюсь Будет Связь Получше И вы Сможете Не только Мой чарующий Голос Слышать Но и Видеть Меня Всем До свидания Спасибо